Избирательные бюллетени хранятся в несгораемых сейфах. Вот эти бюллетени сейчас находятся в работе. По досрочному голосованию они отсюда предоставляются избирателям. Бюллетени – бланки строгой отчетности, поэтому хранят их только так. Пропасть не должна ни одна бумага, объясняет председатель городского избиркома Жанна Прокофьева. В воскресенье риутовчане будут выбирать городского главу и своих представителей в Совете депутатов. Поэтому на участке получат сразу два листа формата А4. Здесь есть микрошрифт, здесь есть специальный цвет. И вот здесь предполагается место для проставления двух подписей членов комиссии с правом решающего голоса и для проставления печати. Для проставления печати и подписей у представителей участковых комиссий еще два дня. Но работы много. На каждом округе не меньше тысячи избирателей. Надо успеть. Поэтому работают в четыре руки. Бюллетень будет считаться действительным, если на нем две подписи. А еще избиратель должен правильно его заполнить. Отметку можно ставить только в одном квадрате. А вот какую – каждый решает сам. Уже традиционно на всех избирательных участках будут работать ярмарки. Правда, откроются они чуть позже, около 9 утра. Товар местных риутовских производителей. Первой зоной отдыха станет улица Победы. Движение перекроет. Программа стартует с 10 утра. Будут работать много площадок. Будут работать аниматоры. Как с детьми, так и взрослые себе могут найти. Будем говорить мероприятие по душе. Еще одна площадка – стадион «Старт». Болельщиков ждут на трибунах футбольной арены уже к 10 утра. Здесь состоится товарищеский матч. При «Алит» сыграется одной из московских команд. С пяти часов вечера здесь же впервые пройдет мастер-класс по воркауту с участием вице-президента Федерации Московской области Михаила Китаева. Они устроят показательные выступления, покажут, на что способны они и расскажут им о том, как можно сделать какие-то элементы, дадут какие-то свои рекомендации и будут с ребятами общаться. Мы уже пригласили всех наших риутовских спортсменов и очень много спортсменов из Московской области собираются к нам приехать. В Южном Риутове больше творчества. В городском парке будут учить лепить, рисовать, строить и даже играть на необычных музыкальных инструментах, на африканских барабанах. Вся развлекательная программа на всех площадках рассчитана с утра до вечера. Дороги Московской области признаны самыми опасными. Рейтинг составили в Межрегиональном центре за безопасность дорог. С апреля по июнь на дорогах Подмосковья произошло 900 ДТП, в которых погибли более 200 человек. При составлении рейтинга учитывались, по какой причине произошла авария, число погибших и раненых. Рост происшествий на дорогах региона специалисты связывают не только с их плохим состоянием. На статистику влияет и количество ДТП с участием мототранспорта, которого в весенний-летний период становится больше. Сегодня днем синоптики обещают около 32 градусов, небольшая облачность, дождей не будет, к вечеру около 30 тепла, а также облачно, ветер юго-западный меньше 2 метров в секунду. Это данные сайта Яндекс. КОНЕЦ